Всем привет, меня зовут Вещений Дмитрий, я работаю в Одноклассниках и сегодня мы поговорим про логи событий. По вашим просьбам мы начнем сначала с демки, разберем эту демку, потрогаем с разных сторон и потом уже перейдем от практики к теоретической какой-то части. Демо-приложение у нас, я выбрал качество демо-приложения, это канал, в котором могут разные пользователи писать разные сообщения и в этом канале каждый пользователь может узнать, есть ли у него новые непрочитанные сообщения и также поискать полнотекстовым поиском по содержимому сообщений. Вот такая простенькая штука. Вот мы посмотрим, как она может быть устроена, какие у каждого устройства достоинства, недостатки и почему они возникают. Собственно, первая реализация, она у нас будет называться Dual Write реализация. У нас в демке используются следующие компоненты. В качестве основного хранилища вот этих сообщений в канале мы будем использовать Postgres. Все знают Postgres? Отлично. Для полнотекстового поиска мы будем использовать Elasticsearch. Вот если вспомните, то Алексей Шевчук рассказывал, что есть такой продукт на лекции про полнотекстовый поиск. Помним? А в качестве кэша мы будем использовать Redis. Что мы храним в кэше? В кэше мы храним айдишник последнего сообщения и для каждого пользователя мы храним айдишник его последнего прочитанного сообщения. Айдишники у нас построены так, что они монотонно возрастают. Если у пользователя айдишник меньше, чем последний, значит, у нас есть непрочитанные. А почему это мы делаем в кэше? Потому что, если бы мы делали полноценный сайтик, мы бы на каждой страничке хотели бы ему рисовать большой прыщ, что у него там есть непрочитанные сообщения. Соответственно, нам нужно очень быстро отвечать. Поэтому выбран Redis. Вот устройство такое. И первая реализация, она будет выглядеть так, что когда пользователь отправляет сообщение, то приложение в параллель отправляет всем системам соответствующий апдейт. И мы увидим, хорошо это или плохо, и почему. Теперь мы переходим к демке непосредственно. Демка будет доступна на гитхабике, если кому интересно. Можно смотреть, спрашивать, по коду можете задавать вопросы. Любые мы к коду будем возвращаться, может быть, не раз. Здесь немного возникает кафка уже. Мы к ней придем. Такой шрифт виден или лучше сделать покрупнее? Так. Нет, 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 нет. Это здесь ничего. Смотрите, все компоненты. Ну, можно сначала бегло посмотреть проявив, как он выглядит в IDE. Мы для поднятия всего нашего нужного нам окружения, Redis, Postgres, Elastic, мы будем использовать Docker. Кто знает, что такое Docker? Отлично. Знаете, вот Docker Compose файлики мы объявили все вот наши вот эти штучки. Здесь есть и Elastic, и ZooKeeper нам понадобится, и Kafka. Это уже карты раскрываются с самого начала. Kafka Manager, если вдруг мы захотим посмотреть на Kafka через какой-то UI. Вот он, Postgres, админочка для Postgres, Redis, ну и прочие дополнительные утилитные штуки. Давайте все поднимем, все нужное нам окружение. Компоненты поднялись, стартанули. Можем на них посмотреть, что у нас там. Не очень видно, но у нас вроде как все поднято, все работает. Даже все компоненты пишут log. Теперь мы заходим в наш проектик. В Rhythm написано, как его стартовать. Где-то здесь. Выпускаем. Теперь идем в браузер. На localhost у нас есть Swagger. Кто знает, что такое Swagger? Это автоматический генерируемый UI по документации. У нас есть рестапи от нашего канала, и мы можем сейчас с ним поиграться. Кто знает, что такое рестапи? Отлично. Давайте что-нибудь поделаем, подправляем в наше. Берем, например, сообщение. Тут все видно, да? Нормально все видно. К примеру, мы хотим прочитать сообщение в канале. Начиная с нулевого сообщения. Про что? А? Про что? Ну, сообщение в нашем канале. Прочитать. Вот, мы видим, что сообщений нету, сообщения пусто. Все, замечательно. Берем какое-нибудь сообщение. И отправим его. Где у нас здесь метод post? Это какая-то статья, случайно, из Википедии. Отправим его от имени Элис. Замечательно. Оно у нас отправилось. Вот, мы видим, что ему назначилась айдишечка. Время. Пользователь, кто отправил текст. Модель данных очень простая. Теперь мы можем его посмотреть и увидеть, что в канале у нас появилось вот это сообщение. Дальше мы, например, хотим проверить, что у пользователя какого-то есть непрочитанные сообщения. К примеру, что у пользователя Боб, есть ли у него непрочитанные сообщения или нет, в принципе. Выполнили этот запрос и видим, что да, непрочитанные сообщения есть. Значит, например, мы Боб листает этот каналчик. Наше бы, если бы мы делали приложение, приложение отправило бы запрос, что пользователь дочитал до этого места, и мы должны отметку о прочитанности снять. Вот, например, он прочитал до вот этого айдишничка. Дальше мы идем и говорим, что пользователь Боб прочитал до вот этого айдишника. Нам сказали, что все ок, особо-то говорить нечего. Дальше мы спрашиваем, есть ли у Боба непрочитанные сообщения и false, что и следовало ожидать. Прочитал, непрочитанных нету. Можно попробовать поискать что-нибудь. Например, вот популярный, по слову популярный. Мы попробуем поискать. И мы видим, что, опа, нашлось наше сообщение. А если мы попробуем поискать почему-нибудь, чего там явно нету, мы ничего не найдем, что логично. Вот такой простой API. Ну, я хотел сделать нормальную UI, но поскольку я не проходил курс по фронтенду как вы, я этого сделать не смог. Поэтому нам приходится довольствоваться автоматическим UI, который нам предоставляет Swagger. В общем, вот так бэкендеры тестируют свой API, который не умеет сделать нормальный UI. Так что здесь намек. Не пропускайте курсы по фронтенду. Что у нас здесь работает? Теперь API понятен. Пойдем в код. Вот как эта вещь может выглядеть. У нас есть простенький кэш. Реализация кэша. Там просто k-value хранилища, сохранили, там, убрали. Если кому-то интересно, я могу открывать, но для повествования это не столь важно. У нас есть сервис поиска с двумя методами индекс и search. И основной сервис хранения с двумя методами записать сообщения, прочитать сообщения по ID-шнику и прочитать, начиная с какого-то ID-шника, и получить по набору ID-шников сообщения. Вот это наши базовые блоки. Дальше мы эти блоки начинаем как-то комбинировать при помощи какой-то реализации сервиса. Вот та реализация сервиса, которая сейчас у нас используется, которая запущена, она называется dual-rights. И она как раз делает что? При отправке сообщения мы берем из входных данных автора сообщения и текста сообщения, мы скомбинировали само сообщение. И дальше на пуле потоков мы делаем. Пишем в основное хранилище, выставляем значение в кэше и отправляем на индексацию в одном вызове. Тут все вообще просто, да? Есть вопрос тут? А что из себя представляет? Пул? А, пул это... Да, это executor-сервис. Ну, мы делаем это, чтобы просто у нас же хранилища независимые, мы можем к ним делать запросы параллельно. Зачем нам делать последовательность? Мы можем параллельно делать. Вот. Что здесь плохо, по-вашему? Нет, атомарность и хранилища придут в неконсидерном состоянии. А по каким причинам они придут? Ну, потому что куда-то у нас успешно, чтобы запишется, где-то у нас будет ошибка с сетью или с самим хранилищем. Угу. Хорошо. Если в кэше ничего не найти, там все находит в сторож. Что? Если он в кэше не найдет, допустим, там пойдет в сторож. А кэш у нас просто там... В кэше у нас только хранятся отметочки прочитанности. В кэше у нас не хранятся никаких значений. Но поиск, если поиск полнотекста, то он осуществляется через search-сервис. Ну, правильно говорите, что если вдруг у нас что-то, какая-то подсистема откажет, то данные у нас разъедутся между системами. И система в целом придет в неконсистентное состояние. Сейчас мы это проэмулируем. Например, мы возьмем и отключим эластик. Соответственно, мы потеряем возможность искать по полнотекстовому поиску. Мы делаем... Поскольку у нас докер, мы можем благополучно остановить сервис. Все, у нас тут что-то остановилось. Вот эластик остановился. Мы возвращаемся в наш UI. И кто-то, тем временем, другой пользователь отправил следующее сообщение. Вроде два сообщения. Вроде два сообщения. Что? Два сообщения выделили вроде. О, да, точно. А, нет, на самом деле, я не знаю, откуда это взяло, если это одно сообщение. Ну, не столь важно. Так, теперь Боб... Ой-ой-ой, что я сделал? Митсуми Гатур. В общем, есть такая игра, оказывается, под Nintendo. Боб отправил это сообщение. Оно даже отправилось как-то, мы видим. И если мы пойдем в канал и с начала времен прочитаем там сообщение, мы увидим, что вот есть два сообщения. Все замечательно. Соответственно, если мы захотим, например, по... Митсуми, полнотекстовым поиском поискать что-то, найти это сообщение. Что у нас будет? М? Да, на самом деле у нас будет ошибка сейчас, потому что та часть нашего бэкэнда, которая отвечает за полнотекстовый поиск, она оффлайн. К ней может не быть сети, может... Ну, в данном случае мы ее просто физически стопнули. То есть, возможно, там произошел какой-то сбой с ней. Что? Что? Вопрос? Как бы, ну, окей, искать не можем. Ладно, взяли, завели инцидент, починили. Наш эластик стал в строй. Мы продолжаем искать. Пока ошибка, пока он там что-то поднимается, пока что-то делает. Пока еще все ошибка. Опа, опа, опа. Уже все успешный ответ, но данных нету. Они должны быть, так ведь? Вот. Это то, о чем, собственно, и говорили, что при сбое системы все будет плохо. Может ли оно стать как-то хорошо? Это неконсистентность? Она временная или ее как-то можно починить? Что нам нужно с этим сделать? Ну, если приходит exception, там, ну, правильно. То есть, не получилось, если закинуть на индекс. Как-то запоминать это еще в отдельной кэше или логике. Да, кэш. А что за кэш? В памяти или что-то? Ну, то есть, нужно ретраить. Чтобы ретраить, нужна очередь какая-то. Так ведь? Да. Если мы в памяти эту очередь организуем, что будет? Переполнение. А? Да. Мы рискуем, что у нас будет переполнение. И даже если сервис упадет, то мы потеряем. Да. Если сам сервис вдруг у нас рестартнется, то или что-то с ним произойдет. А? Сразу записывать куда-то. Да. Сразу возникает логичная мысль, что давайте-ка мы будем записывать куда-то в промежуточное хранилище. И потом уже оттуда докатывать. А мы записывать будем только при сбоях или мы записывать будем всегда туда? Да. Всегда. Всегда. Почему так лучше? Ну, потому что мы не можем поискать сбои. Ну, мы же можем, у нас исключение. На самом деле, если мы посмотрим в лог Java приложения, мы здесь увидим, что вот connection is closed. Не, ну, мы же не выбираем, что у нас случится. Ну, чтобы можно было восстановить полностью все хранилища. Ну, то есть, если новое поставить, можно просто проиграть все, что было. Зрите в корень. Зрите в корень. Все правильно. Поэтому здесь у нас есть другая реализация вот этого channel сервиса, который называется log write. мы, заметьте, мы ничего с нашей, с нашим окружением мы не делали. У нас как был кэш, как была база данных, ничего сверх мы не использовали. У нас даже UI остался тем же. То есть, если мы сейчас попытаемся прочитать сообщения, вот мы увидим те же самые два сообщения. В базе данных они есть. Теперь мы берем третье сообщение про какой-то ботанический сад. Такое большое сообщение. И отправляем его от имени Dave, например. Оно отправилось. Вроде тут двухсотый код ответа. Дальше мы его видим в списке сообщений. Вот оно. Все честно. И, например, по слову «ботанический» мы хотим что-нибудь найти. Вот и мы нашли это сообщение про ботанический сад. Все замечательно. А по слову «мидсум» мы по-прежнему так ничего не находим. Потому что в поисковом индексе у нас ничего так и не осело. Теперь мы берем, проделываем ту же самую, эмулируем ту же самую ситуацию с отказом поисковой системы. В момент отказа поисковой системы у нас новый пользователь отправляет сообщение в канал. Какое-то судно. Вот оно отправилось. Сообщение доступно должно быть при чтении в канале. Вот оно. Мэри отправила сообщение. Что же у нас в логах приложения в это время? В логах приложения в это время мы каждую секунду пытаемся достучаться до нашего эластика. Вот здесь видно, что циферка бежит. Раз в секунду наш консюмер пытается прочитать значение и залить его в эластик. Мы стартуем этот эластик. Смотрим, что же у нас тут будет. Оп, оп, видели, видели. Одну запись потребили для индекса. Соответственно, теперь, если мы поищем по слову перевозки, например, что у нас будет? Найдем мы, нет? Мы нашли пост про какие-то перевозки на судах. И чем это хорошо? Мы ничего не делали. У нас часть системы лежала. Мы просто потом ее восстановили, и у нас все данные осели в нужных местах. Так ведь? Дополнительных усилий мы не делали. Мы не меняли ни код приложения, и вообще ничего не меняли. Вот и все благодаря подходу. Подходу через запись в лог. Мы будем смотреть, как это в коде примерно выглядит? Или мы... А? А? На самом деле сейчас это... Не та версия, да? А? Да. А чего не та? Ну вот. В идее нет. Нет, нет. В идее все то. Здесь просто опцией запуска приложения управляется, какой сервис будет использоваться. Вот у нас DualWrite Channel Service, который как раз делает вот этот вот на пул потоков, садмитит несколько задач на загрузку в разные хранилища. Так, верните мне. Ой. Вот она. Дальше у нас есть как раз реализация через лог. Если мы посмотрим, как там сделана запись, то мы увидим следующее. А стоит заметить, что реализации на чтение, они не отличаются. Что при архитектуре, когда мы записываем через лог, и когда мы записываем параллель на все сразу, способы чтения не отличаются. То, как мы читаем данные. Вот здесь отличие именно в способе реализации записи. И если вы как-нибудь посмотрите на этот проект, то здесь более того у нас, например, запись и чтение в канал, они между собой разнесены. То есть у нас есть интерфейс на чтение, узнать, есть ли не прочитанные сообщения, получить список сообщений, поискать сообщения. И есть интерфейс на запись. Есть всего два метода. Это пометить, что мы что-то прочитали, и отправить новое сообщение. Соответственно, для обоих подходов та часть, которая прочитает, она реализуется одинаково. А дальше мы смотрим, что же у нас, как у нас выглядит запись через лог. Через лог у нас запись выглядит следующим образом. Вот наш метод submit. Нам также передали юзера и его текст сообщения. Мы составили сообщение. И через message producer в кавку, вот здесь у нас возникает кавка, мы отправили сообщение. Собственно, все. Вся наша реализация на запись. Тут проще некуда. Интересное самое начинается, как мы это дело читаем. А читаем мы это дело таким образом, что на старте мы аллоцируем несколько консюмеров, которые делают каждую свою задачу. Например, мы аллоцируем консюмер, который переливает данные в основное хранилище, консюмер, который переливает данные в индексацию для полнотекстового поиска, и консюмера, который помечает изменения в кэше. Если мы посмотрим, как устроены эти консюмеры, то мы увидим следующее. Консюмер, что он делает? Он в бесконечном цикле просто пытается из лога достать те записи, которые там есть, которые он еще не обрабатывал. И до победного конца он пытается сделать, как-то обработать эти записи. В данном случае, который консюмер для поискового индекса, он пытается их продолкнуть в поисковый движок, проиндексировать. То есть если у нас есть записи, мы пытаемся проиндексировать. Если мы успешно проиндексировали, то мы отмечаем, что мы эти записи обработали. И так мы делаем до тех пор, пока не достигнем успеха. Если мы посмотрим аналогичный кэш-консюмер, то его метод run выглядит один в один. Только он делает не индекс, а кэш отправляет. А в кэш, что там такое кэш? Кэш это, на самом деле, просто выставить последнее значение, значение последнего сообщения. По большому счету, какой здесь рефакторинг надо было сделать, если бы мы писали production код? Да, нужно было бы сделать что-то вроде темплейта. Но это не сделано специально, потому что в общем случае вот эти консюмеры, они могли бы быть даже ни в одном приложении, даже ни в одной кодовой базе, они могли бы быть разными проектами. Эти проекты могли бы поддерживать разные команды, которые друг про друга вообще ничего не знают. Так ведь? Вот. В целом это все, что хотел показать по демке. Если по демке есть вопросы, можно еще там покликать, посмотреть код. Да? А в целом хороший подход, что мы с пенологией пройдемся каждую секунду? Здесь есть класс пауза. Рекомендую выключить проект. Здесь написано, что здесь каждую секунду, но здесь каждую секунду ровно для того, чтобы в демо мы видели, что идет прогресс. На самом деле нужно использовать другие техники, как exponential back-off, чтобы не завалить систему и подобрать оптимальный период ретрая. Разумеется, каждую секунду ретраить нельзя. Особенно если приложение там лежит, приложение недоступно не потому, что мы его выключили руками, а потому что просто оно перегружено, а мы его еще своими ретраями начинаем вообще забивать, добивать, то это очень плохо. Так делать нельзя. Это исключительно для демо-целей. И как бы более того, я тут могу такое показать, как тут айдишнички-то генерятся. Это ж вообще... Что такое тут у нас айдишник? А? А? Помнишь домашнее задание, что... Какое разрешение у нас у current time Melissa? Нет, не наносекунды. Это миллисекунды, но даже его не хватает. То, что у нас были конфликты в домашнем задании по... А? То, что надо было делать наносекунды. Да, наносекунды. Но даже более того, и наносекунд, может быть, недостаточно при большой нагрузке. То, что мы наносекунды делали, это... Мы надеялись, что за одну наносекунду к нам в систему не придет больше тысячи... Больше скольки-то там... А за одну миллисекунду не придет больше миллиона запросов. Поэтому мы привлекали наносекунды. Но это трюк. Ну, Google, наверное, может быть такое, например. Конечно, может быть такое. Поэтому Google так не делает. Ну, те высоконагруженные. Да, конечно. Тут не может быть проблемы, если, на самом деле, с сервисом все хорошо. Просто у нас... Ну, по пути обратно у нас что-то случилось. И... Ну, Google Drive то сообщение, которое дошло, на самом деле. За счет айдишник у нас все нормально. Залейте в корень. Залейте в корень. Здесь мы этого коснемся. Здесь для каждого момента важна семантика доставки. Сколько раз переживет ли та или иная система, если мы одно и то же сообщение обработаем несколько раз. Например, в случае поискового индекса эта операция идемпотентная. И если вдруг мы одно и то же сообщение проиндексируем несколько раз, в этом нет ничего плохого. А если же эта операция не идемпотентная, и мы ее обработаем дважды, тогда это плохо. Например, если это какое-нибудь списание денег, и мы выполним это списание дважды, то так делать нельзя. Здесь, опять же, это все просто для простоты, для наглядности. А вот эти вещи с ломпотоков, они разве не слишком эти? Низкоуровневые? А, в смысле? Ну, как мы говорили вот по лекции на RxJava, то что, ну, есть... Ну, в смысле, RxJava как-то и выше стоит над всем вот этим, ну, больше с потоками. А, так мы же... Ну, с потоками мы здесь что делаем? Если мы посмотрим и там, и там потоки, мы работаем с пулом потоков, а пул потоков, он спрятан за абстракцией экзекьютор сервиса. И какой мы пул потоков здесь делаем? Мы здесь выделили 4 потока, поставили ограниченную очередь и фабрику, которая дает имена потокам. И все, мы не создаем сами по себе потоки. То есть эти потоки, они лежат у нас в пуле. Они один раз создались, 4 штуки в данном случае, и они как были 4 штуки, так и есть. Если вдруг там помрет, то создастся новый поток. Низкоуровневый, это если бы мы здесь сделали new thread и пошли туда, передали наш runable и вот это вот все. Вот это было бы низкоуровневое. Пул, он уже уровнем повыше. Еще выше уровнем идут другие абстракции, конкарент вычислений, например, future или actor или те же реактивные стримы. То есть в данном случае, как бы, каждая абстракция, она хороша на своем уровне. Нам в данном случае нужно просто параллельно зашедулить несколько runable. И для нас это самая подходящая абстракция. Мы не опускаемся ниже в потоки, но мы не делаем никакого оверхеда, мы там не аллоцируем actor, в котором мы отправляем какие-то сообщения, еще что-то и не делаем future. Ну, хотя future, они, на самом деле, так или иначе, они получаются из пула. Еще что-нибудь посмотрим или пойдем к слайдам? А большие проекты, они как раз таки на таком уровне работают? Здесь все зависит от задачи. Ну, то есть здесь не абстракция должна диктовать решение, а нужно выбирать инструмент под задачу. Это бывает такое на старте, что что-то изучил новое, там, не знаю, actor там узнал, и давай все писать на actor, что надо, что не надо. Короче, actor на actor, и actor им погоняет. Хотя, казалось бы, если применить для этой задачи другую абстракцию соответствующего уровня, то решение получилось бы более правильным, более лаконичным. Ну, потом ссылку скину, вы сами сможете выкачать проектик, позапускать его, там, в ритме довольно подробная инструкция со всеми UI-ами для Kafka, для базы данных, еще для чего-то, можно самим сидеть, тыкаться, отключать, включать, менять код. Так, ну, если что, по ходу лекции, возможно, будут примеры где-то в коде, вы можете спрашивать, как это выглядит в коде, та или иная штука, если есть, мы будем возвращаться в код и смотреть на это место. Отлично. Вот, мы, сейчас мы чуть-чуть проведем небольшое резюме, потому что мы увидели. Вот первая реализация, она была dual rights. На самом деле, dual, потому что даже при, если у нас две системы, мы будем получать те же самые проблемы, что у нас эти системы разойдутся между собой. Резюмеры, какие достоинства у этой системы есть? Как мы могли заметить? Все правильно, она простая. Есть еще достоинства? Ну, не надо как. Ну, она это простота и есть. Да. Какие еще достоинства? Достоинство простое. Оно худо-бедно работает с самого начала. Пока данных немного, пока данные между системами не разошлись, оно работает. То есть, мы не сильно замечаем. Когда оно работает чуть подольше, у нас расхождение данных станут настолько заметны, что их станет замечать не только мы по приборам, а пользователи по своему восприятию сервиса. И что нам делать? Нам пришлось бы делать какие-то ручные переливания из одной базы данных в другую. То есть, в нашем случае мы, если плосгород считаем основным хранилищем, мы могли бы попытаться переиндексировать все данные из него, но пока мы переиндексируем все данные, если данных много, у нас уже придут новые данные. Мы должны как-то замерять, до какого мы момента проиндексировали, потом начиная с этого момента снова догонять, потом снова догонять и снова догонять. И все это ручная какая-то работа, которая тяжело выполняется, тяжело наблюдается. Еще какие-то костыли делали бы, вообще непонятные. Какие недостатки? Да, все правильно. Если что-то падает и, на самом деле, если у нас ничего не падает, мы тоже рискуем получить неконсистентность. Даже если у нас все работает, все системы работают, сеть не сбоит, мы все равно можем получить консистентность из-за гонок. Вот мы это посмотрим на отдельной диаграммке. И самое плохое, что неконсистентность, она бывает разная. Есть eventual consistency, когда у нас на некоторое время системы разошлись, но через некоторое время все придет в консистентное состояние. Если бы мы вдруг остановим все записи, то система у нас догонится, данные осядут в нужных местах и все будет хорошо. Вот здесь это не тот случай. Здесь это неконсистентность, она вечная. Вот пока у нас лежал эластик, мы отправили сообщений, мы без специальных действий, мы в эластике этих сообщений никогда не найдем. Для пользователя они будут потеряны. У него будет непонятное восприятие, он видит текст, он хочет копировать кусок этого текста, вставляет, хочет по нему поискать, ничего не находит. Но как это пользователю объяснить? Он просто смотрит, что за дичь и уходит с этого сервиса. Понятное дело, да? Как из-за гонок может получиться неконсистентность? Вот у нас был кэш, был сторож, например, да? И было два клиента. Первый клиент писал одно значение, а второй клиент писал другое значение. И могло получиться так, что записи одного клиента, они вклинились между записями другого значения, записями другого клиента, и что в итоге получится? Какое значение у нас осядет в кэше? Значение B, а в сторожи? А, все правильно. А мы как хотим? Нас бы что устроило? Нас бы устроило либо BB, либо AA. Но поскольку у нас как раз здесь ситуация гонок, то есть в зависимости от порядка мы можем получить совершенно разные результаты, это не очень хорошо. При том, что вся система работает. Просто из-за того, что мы в систему пишем параллельно, а делать мы этого не можем. Даже если бы мы в рамках одного приложения поставили бы записи последовательно, не параллели были бы на потоке, то при построении большой production системы, скорее всего, у нас это приложение не жило бы в одном экземпляре, а их было бы много экземпляров, и это то же самое, что много потоков. То есть записи в любом случае в хранилище происходили бы параллельно. Ситуация гораздо хуже, когда у нас что-нибудь отказывает. Например, кэш отказал, и все записи в него идут никуда. Соответственно, в хранилище у нас записи оседают, в кэше у нас ничего не оседает. И все, и без специальных действий в кэше, либо в нашем примере в эластике для полнотекстового поиска у нас ничего никогда не появится. Второе, вот это такая высокоуровневая диаграмма второго решения записи через лог. Все записи шли в кавку, и у каждой системы был свой консюмер, который потреблял этот лог, он потреблял его с той скоростью, из которой он хотел, он останавливался либо ретраился в тот момент, когда та система, которую он обслуживал, она становилась недоступна. И тем самым он не мешал, на самом деле, другим потребителям. И более того, другие консюмеры про него вообще ничего не знали. И более того, про консюмеров не знал даже продюсер тот, кто писал данные. Ему было абсолютно все равно, как эти данные будут потом использоваться. И это вот, как это называется, подход? Паблиш, сабскрайб. Ну вот, что-то вроде того. Какие здесь достоинства мы выделим? Разделение, декомпозиция, да, это хорошо. Это, так называемая, слабосвязанная система, и она несет определенные преимущества. Но у нас не будет рабочих записей на сервисе, и они обеспечены на рестартере. Все правильно, да. У нас только eventual consistency. У нас нет вечной неконсистентности. И это, на самом деле, хорошо. Потому что, ну, иначе нам никак. Мы же не можем остановить. Если у нас, например, поисковая система там где-то отказала, мы же не можем сказать, что sorry, мы не можем индексировать сообщения, поэтому вы не можете отправлять их в канал. Поэтому нам с этим приходится жить. По-другому никак. Какое еще достоинство? Да, масштабируемость. Ну, по масштабируемости, на самом деле, в чем здесь масштабируемость? Мы же, по сути, у нас, как сказать, write amplification у нас один и тот же, что мы параллельно бы писали одним из нескольких потоков, что у нас несколько консюмеров читают и наливают системы. Ну, в целом, да, оно более гибкое, что ли, это решение. Это правильно. Еще вот, на самом деле, кто-то из вас называл, что можно там перечитать с самого начала. Вот что это дает? Ну, то есть, снэмшоты можем какие-то делать, чтобы хранить снэмшоты, потом с них восстанавливаться за счет выводов. А для чего мы это делаем? Ну, тот же кэш, чтобы, например, восстановить кэш. Ну, чтобы не смоляя его принимать, получается. У нас он будет не сохраниться. Да, это восстановление какое-то после сбоя оборудования, еще что-то. А вот кроме оборудования, что у нас еще может сбоить? Где мы можем допустить ошибку? Ну, может, если у нас система полностью упала, потом восстановить ее будет по логам, возможно, с помощью данных. Да, это все так, это абсолютно правильно. Мы умеем восстанавливать, да, мы пробегаем лог и восстанавливаем, если бы какая-то система упала. Но на самом-то деле у нас упала, может упасть не только система, а у нас тупо в приложении может быть баг. И мы, например, индексируем не так, или в кэш наполняем не так, или наполняем его не так эффективно. Ну, грубо говоря, все вот эти вот системы, которые у нас кругом появляются, это материализованное представление вот этого лога действий. Вот это материализованное представление мы можем выводить где-то с багами. И если у нас есть возможность взять, задеплоить новую версию приложения где-то рядом, перечитать, вывести новое материализованное представление корректно, то такая система, она устойчива к багам. Мы очень легко чиним баг. Так ведь? Так называют иммунитет к человеку такой системы, к разработчику. Она его благополучно переживает. В противном случае, что бы нам пришлось делать? Нам бы пришлось опять лезть в какое-то условное основное хранилище, уже тоже базу данных, которая тоже на самом деле не лог, а уже материализованное представление лога действий. И что-то оттуда доставать, в нее все пишутся, опять додобывать, еще что-то. Были бы те же самые проблемы, как система, которая была недоступна, и данные в ней разъехались. Какие здесь есть недостатки? Ну, у нас есть какой-то оверхед на хранение на лог. Да, но что мы там, диск, диски, ну они недорогие диски на самом деле. Но это по сравнению с тем, действительно, это может показаться недостатком. Что еще, вот мы даже если посмотреть в код, там был один класс, а тут вот там мы куда-то по классам гуляли, там что-то какие-то консюмеры, что-то. Да, оно может показаться немножко сложным на старте, но тут такой вопрос немного философский. И вот что сложнее, с самого начала сделать понятную систему, которая не допускает, например, расхождений между системами или в конечном итоге доводит все системы до нужного состояния. Либо сделать простое решение, а потом тратить свои лучшие годы на восстановление данных и синхронизацию данных между системами. То есть тут так себе это, оно именно кажется сложным, но оно не переусложнено. То есть сложность задачи, то есть наша задача, чтобы данные в конечном итоге оседали во всех, там, где они должны быть. То есть если либо они везде осели, либо они вообще нигде не осели. В конечном итоге данные должны догнаться везде. Вот, и задача именно в этом. И такое решение, оно, сложность такого решения, оно соответствует сложности этой задачи. Вот, а то решение с Dual Rights, оно, несоответственно, сильно легче, но оно ее не решает. И здесь, на самом деле, кто сталкивался с распределенными транзакциями? А? Нет, не совсем. Распределенные транзакции, вот двухфазный коммит протокол, двухфазный коммит, трехфазный коммит. Не приходилось сталкиваться? Вот. А? Ну, мы можем поговорить, можем это ставить на потом. Просто тут такой подход, он мог бы быть, служить альтернативой распределенной транзакции. Но тогда мы лучше поставим на поток, ой, на потом. Теперь мы перейдем к тому, что нам вот как раз дало все вот эти вот прелести. Все вот эти прелести нам дала запись в лог. Что вообще у нас в первую очередь встникает в голове, когда мы слышим слово лог? Кроме того, что это переводится как бревно, если буквально. Или палец. Текстовый файл, мы можем его редактировать, например, в любом месте. Насколько он неизменяем? Вот смотрите, у нас прил... А? Вот, правильно, пишем только в конец. Это хорошо. Мы можем менять что-то посередине? Посередине мы ничего не можем менять. То есть у нас append only. Вот. И запись неизменяемая в ней. А вот если мы видим две записи в логе, мы же всегда можем сказать, что вот одна раньше другой? Или не всегда? Всегда. Всегда. Как это свойство называется? Ну, это total order. Ну, полный порядок. То есть для любых двух элементов мы можем сказать, какое из них предшествует какому. То есть не всегда мы в этом можем сказать. Все, что я говорю, это не я придумал. Это все подчеркнуто из книжки. Вот. Я рекомендую книжку. Она даже доступна в онлайн. Почитать ее можно. Всего 200 страниц. Оно читается на одном дыхании. И так хорошенько, не знаю, вправляет мозги, что ли. И прямо как правильно надо делать. Вот если разработчику, который поработал так вот с какими-нибудь интерпрайз-приложениями, ему говорят лог, он сразу говорит, о, лог-приложение. Что это такое? Это что-то там на черном фоне, какие-то барахло, какие-то эксепшены. Не пойми, что читать невозможно, надо грепать, что грепать непонятно. Но ключевые свойства те же самые. Если мы что-то записали в лог-запись, эта запись никогда не поменяется. Середину лога мы писать не можем. Мы можем писать только в конец. И между двумя записями лога мы всегда знаем, какая из них произошла до какой. Соответственно, записи можно как-то пренумеровать. И лог, он может быть не только как лог-приложение, а в логе может быть что угодно. Главное, чтобы это было неизменяемо. Это какие-то события, которые произошли. Например, у нас может быть лог кликов. Мы берем, хотим сделать аналитическую систему для своего сайта. И каждый просмотр страницы, каждый клик по ссылке мы логируем. И это, понятное дело, что это неизменяемый ивент. Мы неизменяем просто потому, что у нас нет машины времени. Мы не можем откатиться обратно во время и сделать так, чтобы пользователь кликнул в другое место в этот момент времени. Если он сделает новый клик, даже по той же ссылке, это уже новое событие. Соответственно, мы его правильно учтем. Это может быть лог каких-то команд, которые мы подаем. Либо еще что-то. На самом деле, в повседневной жизни мы много где сталкиваемся с логом. Ну, как повседневно, если мы, конечно, разработчики. Так вот, прямо в бытовой жизни, я не знаю, не очень, наверное, часто. Резюмируя, да. Влог мы пишем только в конец. И это самый быстрый способ записи. Быстрее мы, в принципе, невозможно писать, если только мы не вдыхнул пишем. При этом каждая запись, она неизменяемая. И для каждой двух записей можно сказать, какая раньше, какая позже. То есть у нас есть полный порядок. Это очень хорошо. Это то, чего нам не хватало, когда мы, например, говорили про распределенные системы и распределенный консенсус, например. У нас как раз, если бы там был порядок, все было бы проще. А порядка там нет. И лог, он довольно вездесущ. Первый пример это write-ahead логи. Кто знает, что это такое? Да? Ну, фаза данных, перед тем, как изменять структуру, сохранить данные, напишем в лог, сохраняем кладку на острянные носители, чтобы не потерять изменения. Все правильно. Write-ahead буквально переводится, что запись наперед. То есть перед тем, как мы сделаем что-то потенциально опасное или что-то захотим поменять, мы записываем наше вот это намерение в лог. И это то самое, что делает наши базы данных, делает структуры под базами данных надежными. И, собственно, это буковки, это способ обеспечения A и D из ACID. Это durability и атомарность. На самом деле атомарность не очень правильное здесь слово, вообще вот в ACID, потому что более правильно это abortability. Что такое атомарность? Атоми сети, а вот у нас есть атомик лонги, да? Как вот атомик вот в ACID и атомик в лонгах связан между собой? Слово-то одно и то же? Как по-вашему? Связаны, не связаны? А? Никак не связаны. Никак не связаны, все правильно. А о чем говорит буковка A в ACID? Либо действие выполняется полностью, либо вообще не выполняется. Да, либо вообще не выполняется. А что нам это дает, как программистам, как клиентам базы данных? Уверен, что если что-то, какое-то действие, ну, транзакция, в общем-то. Ну, это одно из свойств транзакции. На самом деле, оно нам дает то преимущество, что нам не нужно разбираться с частичными ошибками. То есть, если мы модифицируем очень большую сложную структуру в разных местах, если в какой-то момент что-то пойдет не так, то момента времени, когда что-то может пойти не так, очень много. Если бы у нас не было вот этого свойства, нам бы приходилось каждую комбинацию, каждую возможную комбинацию состояний промежуточных обрабатывать. Вот, а атомарность, она как раз нам говорит, что либо состояние до, либо состояние после. Никакого промежуточного состояния нету. И это упрощает нам программирование наших приложений, в том плане, что у нас нет никаких промежуточных состояний, мы не должны их обрабатывать. Поэтому более такое слово, более правильное слово, оно было бы, например, abortability. То есть, что мы можем, если мы понимаем, что происходит ошибка, мы можем откатиться и не иметь дело с частичными ошибками. Вот, к примеру, в базах данных, берем базу данных, обычную, контернационную, там почти все сделано на B-деревьях. Все знают, что такое B-деревья? Это структуры данных, которые очень дружественны по отношению к диску. Это дерево, где там не очень много слоев и довольно большие страницы, которые читаются за последовательный проход. И сама таблица может быть организована как B-дерево. На этой таблице у нас может быть несколько индексов навешано, так ведь? Каждый из них тоже B-дерево. И у нас приходит какой-то апдейт. Мы мало того, что модифицируем саму табличку, структуру данных соответствующей табличке, мы еще модифицируем индексы. Но в этот момент модификации у нас может что-то пойти не так. И после там рестарта базы данных мы получим, что у нас таблица одна в индексах другое. Что нам делать? Нам в первую очередь, да. Нам нужно добавить лог. У нас добавляется этот write и hit lock, который мы говорим, что я буду там менять такой-то ряд. Там, как правило, логическое значение, логическое описание того, что мы хотим сделать. Что мы хотим вот значение такое-то поменять на таблице такое-то, на такое-то значение. И если вдруг мы понимаем, система понимает, что она остановилась где-то в промежуточном состоянии, часть структуры поменяла, часть нет, то она допроиграет этот лог, и все структуры данных приведет к консистентному состоянию. Другой пример – это хранилище, где лог используется в качестве основного механизма хранения. Не как вспомогательный основной бы деревья, а именно лог. И чтобы, ну поскольку лог он неизменяемый, постоянно растет, что нам нужно делать? Чтобы он постоянно… Ну а там есть удаление, обновление, что мы должны делать? Мы должны компактить. И… Ну да, мы должны в общем компактить на самом деле и сливать различные кусочки этого лога. Где такая штука применяется? В LSM-деревьях. В LSM-деревьях, да, все правильно. Это есть база данных, которая… LSM – это log-structured-merged-trees. А какие системы мы видели? Правильно, это Cassandra, основан на этом… На нем, на самом деле, основан DynamoDB, ну и все то, откуда выросла Cassandra. HBase так работает, и наше домашнее задание так тоже работает. Что мы делали? Мы просто брали… Сначала накапливали все в память, потом скидывали это в файлик. Как мы писали файлик? Файлик мы писали только последовательно. Никогда файлик не модифицировали. Когда файликов становилось много, и у них было удаление и обновление, мы их компактили. Лог у нас был ядром нашего хранилища. Так ведь? То есть уже три места, где логи встречаются. Похожий подход на самом деле применяется и в журналируемых файловых системах. Потому что файловая система – это тоже своего рода база данных. В ней очень много структур хранения папок, дисков, директории, метаданных. Все они должны меняться согласованно. И чтобы они менялись согласованно и надежно, то для этого тоже ведется журнал. Это пример вот NTFS на Windows, у кого сейчас я не знаю, что модно, X3 и другие современные… Почти все современные файлы системы, они будут журналируемые. Другой пример – это репликация в базах данных. Когда у нас лидер, фолловер – репликация, то у нас там тоже возникает лог. И этот лог спрятан под капотом. А возникает он как репликацион лог. То есть у нас при лидер, фолловер – репликация, у нас приходят пользователи, они могут читать и писать, и изредка читать с лидера, но с фолловера могут только читать. Соответственно, все изменения, которые пришли на лидера, они должны быть каким-то образом транслированы на фолловера. И для этого точно так же подходит лог. И, как ни странно, лог применяется… Кто вспомнит, откуда эта картинка? Это лидер, фолловер – это… Смотрите, оп, 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 оп… Это не выбор лидера, но… Это нормальное функционирование рафта, алгоритма, достижение распределенного консенсуса. А что он в нормальной своей ситуации делает? Он реплицирует лог. То есть нам приходит запрос добавить три, мы это кладем, мы предыдущие записи никак не меняем, мы это кладем как новое вхождение лога, пытаемся его отреплицировать на остальные узлы, на кворум. Если они все отвечают, что ок, то мы у себя помечаем это значение за комиченным. Но по факту вот этот весь протокол, он служит лишь для того, чтобы реплицировать вот этот лог, который тоже записи неизменяемые, есть строгий порядок между записями, и он только append-only, предыдущих записей мы никогда не меняем, и в начало мы не добавляем, и в середину мы не добавляем записи. И, в общем, лог на самом деле почти повсюду. И теперь мы подошли к Apache Kafka. Кто знает, что это такое? А? Брокер сообщений. Брокером сообщений? Что такое? Окей, что такое брокер сообщений? Ну, просто, что мы реализовали, что у нас есть продюсеры, есть консюмеры, мы публикуем какие-то вентеры, и консюмеры могут их в своем ритме употреблять. То есть это некая шина данных, которая связывает продюсеров и консюмеров. То есть есть какие-то участники, которые эти данные производят, есть данные, есть участники, которые эти данные потребляют. И есть какая-то среда, какая-то несущая, которая эти данные через себя пропускает. Ну, месседж брокером это можно было назвать относительно несколько лет назад. Сейчас у самой Kafka на сайте написано, что это распределенная система потоков сообщений. То есть они уже позиционируют себя не просто как мы через себя пропускаем сообщения, мы еще можем обрабатывать, обрабатывать реактивненько, строить на этом деле стримы и со всеми вытекающими последствиями. То есть я думаю, что если подойти сейчас к СТО Kafka и сказать, ты пилишь месседж брокер, он, наверное, обидится. Он скажет, я пилю вообще-то стриминговую платформу, не надо тут. Все правильно сказали. Основные участники здесь, основные действующие лица это продюсеры, которые производят данные, записывают какие-то события и консюмеры, которые потребляют эти события. Здесь есть небольшой такой набор терминов, что вот события, он же ивент, факт, либо как-то вхождение лога. Все это на самом деле синонимы. Это какой-то элемент лога, который неизменяемый, как правило. Kafka хороша тем, что она очень хорошо масштабируется. Я, к сожалению, цифры не привел, но вся активность, например, на Одноклассниках, на сайте, она пишется через Kafka, а там эта активность на Дай Боже. То есть там, скорее всего, за одну секунду десятки, а то и сотни тысяч событий возникают, если не под миллион. Я давно смотрел, может быть, и миллион событий в секунду. И все они пишутся в кафочку, и кафочка это нормально переваривает. И самое, что с нашей точки зрения интересно, если мы вспомним вот эти предыдущие системы, write-ahead-log, репликацию лога в Raft, что там еще было, они все прячут этот лог под капотом. Мы его не видим. То есть мы начинаем узнавать про него только если мы начинаем читать документацию, либо ковырять исходники. А так вот смотришь на систему, да нет там никакого лога. Зачем он? А как как раз делать наоборот? Она предоставляет API как виде лога. То есть она, наоборот, представляет все вот это наружу. Не прячет, а выставляет. Теперь мы логически подошли к тому, чтобы посмотреть, как внутри себя устроена кафка. Если сейчас будет очень поверхностно, если кому-то интересны какие-то моменты, задавайте вопросы, мы немного углубимся. Вот кафка что такое? Это несущая какая-то сообщение, события, рекордов между продюсерами и консюмерами. Кто такие продюсеры и консюмеры? Это приложение. К примеру, продюсером событий может быть какое-то веб-приложение, либо какой-то API, которым уходят мобильные приложения, либо какое-то приложение, которое выполняет задачи по расписанию. Консюмерами кто может быть? Может быть какое-то хранилище, которое наливает кассандру, либо индексатор, который использует Elastic под собой, как в нашем случае. Либо это какое-то приложение, которое агрегирует статистику, сохраняет ее в Hadoop. Либо это система мониторинга, например. Вполне себе у нас веб может писать события кликов по всяким страничкам, и мы это будем потреблять системой мониторинга. И если вдруг мы заметим какую-то аномалию, что у нас, например, раньше что-то потреблялось, много-много-много кликалось на ссылки определенного типа, а стало кликаться мало, у нас изменяется профиль, это повод задуматься. Если мы ничего не меняли, значит, возможно, что-то сломалось. И те же самые клики, например, они могут использоваться для статистики, для проведения АБ-экспериментов. Зачем это надо вообще? Почему не взять и из веба, не отправить в статистику, и в мониторинг, если только там это надо? Потому что у нас мы получили бы вот такой вот жирный, полный, недоудольный граф, а то и не недоудольный, если у нас приложение одновременно может являться и продюсером, и консюмером. При самом худшем случае мы вообще получим полный граф. И если мы даже в какой-то момент времени мы вот систему выверили, там все взаимодействие настроили, все как-то работает, у нас появляется новый элемент, новый потребитель, которому нужны клики с веба и просмотры страничек через API, то нам что нужно делать? Нужно модифицировать сами эти продюсеры. Их много, эти приложения поддерживаются разными командами, у них свой релизный цикл, свои задачи вообще, которые нам, как разработчикам кэша и задачи его наполнения, мы в них планы вообще не вписываемся. мы вынуждены с ними взаимодействовать. Это очень плохо. Поэтому как раз делается кавка, которая становится общей шиной, и в нее продюсеры наливают данные, а консюмеры потребляют. И продюсер при этом вообще ничего не знает. Мы забесплатно добавляем новых потребителей. При том, что у кавки есть определенный ретеншн, это то, сколько она хранит данные. И его можно поставить, сделать так, чтобы она данные не удаляла, а компактила. То есть, если запись с одними и теми же ключами, то у нас идет компакшн, как домашнее задание, или как кассандре. И у нас все данные остаются. И мы можем последовательно очень быстро все перечитать. Соответственно, если вдруг появляется новый потребитель, и ему нужны все данные, то он их получает очень быстро. Может получить очень быстро. Логическая единица в кавке – это топик. Вот топик, он, ближайшая аналогия, это таблица базы данных. Там, как правило, в один топик пишутся более-менее однородные данные. Хотя никакой структуры данных, фиксированной структуры данных у записи в кавке нет. Это просто массив байтов. Все управляется на уровне приложения. Топик, он разделен на партиции. И партиция – это уже более-менее такая физическая единица. Ее ближайшие аналогии – это, можно представить, файлик на файловой системе. Дальше он уже не делим. Грубо говоря, у нас может быть какой-то топик, он может составить из трех партиций. Это три файлика на файловой системе. И когда мы пишем какие-то записи, которые соответствуют той или иной партиции, мы просто дописываем в тот или иной файлик. Дальше мы взяли одну партицию. Партицию продюсеры записывают данные, консюмеры читают. Читают каждый со своей скоростью. В один и тот же момент времени разные консюмеры могут дочитать до разных частей этого лога. И вот это смещение называется апсетом. Если посмотреть, это прямо почти копипаста с кода, что отправляет продюсер в кавку? Продюсер говорит, что я хочу в такой-то топик, в такую-то партицию, по такому-то ключу записать такое-то значение. И оно параметризовано в плане java API key value, но хранится это просто как массива byte. А консюмеры рекорд, то, что приходит на вход потребителю, то же самое, только он еще знает апсет. Когда продюсер данные производит, он не знает, куда оно запишется. Но когда читатель читает, он уже знает, откуда он читает. Вообще, зачем нужны эти партиции? Партиции в кавке нужны для того, чтобы масштабироваться. То есть, если бы у нас топик был неделим и состоял из одной партиции, это было бы, как будто бы это один файл. Один файл мы на несколько машин не разложим. И даже более того, мы из него параллельно это читать особо не сможем, если нам нужно одну и ту же логику проделать. Нам пришлось бы прочитать кусок, заблокироваться, заблокировать, прочитать другим потребителям и так далее. Соответственно, мы что делаем? Мы топик бьем на партиции, то бишь файлики, и пишем файлики параллельно. И эти файлики мы можем читать параллельно. И более того, каждый из этих файликов, каждая партиция может лежать на нескольких машинах. И на нескольких узлах каждый узел будет отвечать за свою партицию. Тем самым мы получаем горизонтальное масштабирование. Как партиция выбирается? Ее на самом деле выбирает продюсер, когда пишет. И мы можем явно сказать, какую партицию мы хотим писать, либо оставить это на усмотрение протоколу, кавке, если нам это не важно. И вот здесь вот начинается тонкий момент, что вот мы говорили, что у лога есть порядок. Вот кавка – это у нее API лога. Так вот порядок есть только в рамках одной партиции. Если мы читаем две записи, они из разных партиций, грубо говоря, из разных файлов, между ними уже нет порядка. Мы не можем сказать, какой из них раньше, какой позже. Потому что можно представить, что это два разных файла. Если мы возьмем две записи из двух разных файлов, мы не можем сказать. А если берем записи из одного файла, то уже можем. И да, еще раз это важно очень отметить, потому что это когда при проектировании систем всегда партиции выбираются так, что связанные события, они отправляются в одну и ту же партицию. Например, если это действие какого-нибудь пользователя, и нам важно, чтобы в рамках одного пользователя эти действия шли последовательно, мы должны партицию выбирать на основе этого пользователя. То есть все действия одного пользователя, они идут в один файлик. Другого пользователя, другой файлик, возможно, в этот, но мы их не сравниваем между собой. Мы сравниваем только действия одного пользователя. Порядок. Также в Kafka, как обычно, у нас есть партицирование, есть реплицирование. Реплицирование нам служит для надежности. Чтобы у нас, если вдруг мы файлик храним на одном узле, у нас узел выходит из строя, мы не должны потерять данные, и, соответственно, мы должны хранить файлик на нескольких узлах. Тоже все просто. У нас есть репликейшн фактор. Это сколько копий данных мы имеем. И когда продюсер записывает данные, он может сказать, до какого момента он будет ждать, чтобы данные раскопировались. То есть продюсер может сказать, что я вообще ничего не хочу знать, я отправил данные, дошли они до брокера, не дошли они до брокера, я считаю запись успешной. Либо он может сказать, что я считаю запись успешной, когда вот эти данные, они дошли до одного брокера, который отвечает за эту партицию. Либо же он может сказать, что я считаю запись успешной, тогда, когда они дошли до брокера, и этот брокер отреплицировал на своих фолловеров. И потом мне ответил об этом. И только тогда я считаю, что данные успешно записаны. Это все управляется с клиента. В коде у нас был, по-моему, один стоял. То есть то, что мы дожидаемся ответа только от лидера партиции. Вот, и здесь на этой диаграммке представлено, что здесь есть три брокера и есть три партиции. И брокер один, он является лидером для партиции один, брокер два для партиции два, и брокер три для партиции три. Цветом выделены те партиции, брокеры которых являются лидерами для них. И здесь ключевая мысль, что репликация, она не служит для масштабирования. Репликация служит только для надежности. Все продюсеры-консюмеры, когда он, если продюсер пишет какую-то партицию, а консюмер читает из этой партиции, они все взаимодействуют с лидером этой партиции. То есть, если нам нужно читать с партиции один, то мы всегда пойдем на брокер один. Если он нужно писать, мы пойдем на него. А он уже, в свою очередь, протокол внутри кавки, обеспечит нам репликацию этих данных на смежных брокеров. Если брокер один выпадет, то ответственность за партицию один переедет либо на второго, либо на третьего, и тогда мы уже будем взаимодействовать с ним. То есть, с копиями, с репликами партиции мы никогда не взаимодействуем. Вот это вот распределение то, кто за кого отвечает, какой вот эта карта репликации партиции, она хранится в ZooKeeper в табличке вида, где вот указан топик, указана партиция, и говорится, какой брокер, ну, идентификатор этого брокера является лидером, а ки фолловером. Вот здесь для топика, а для партиции один, лидером будет первый брокер, реплики будет иметь 2-3. Если replication-фактор 3 у нас стоит, 3 копии данных. Если у нас 2 копии данных, то фолловера будет меньше, фолловер будет один всего. А почему это хранится в ZooKeeper? Потому что это довольно важная метаинформация, и она должна быть очень консистентной. И не должно быть такого, что если не должно быть такого, что кто-то, один продюсер думает, что лидер у топика, у партиции один – это первый брокер, а кто-то другой думает, что второй брокер, и он не начнет писать, тогда репликация сломается, и мы получим сплитбрейн. Поэтому эта информация очень консистентна, и она записывается под кворумом. Ровно для этого нам нужен здесь ZooKeeper. И более того, ZooKeeper здесь нам нужен еще в другом месте. Что еще нам ZooKeeper позволяет сделать? Раньше так и было. Раньше офсеты хранились в ZooKeeper, но потом от этого отказались, потому что там очень большая нагрузка, и ZooKeeper – это конфигурация. А офсеты – это уже какая-то бизнес-логика, что ли, это бизнес-данные, что-то вроде того. Смотрите, вот такую вот карту, да, нам, например, нужно сделать с нуля такую карту. Кто ее будет делать? Кто будет распределять? Кто будет говорить, что ты отвечаешь за… Ты лидер этой партиции, а ты фолловер. Ты лидер вот этой, а ты фолловер. А? Кто? Ну, нам нужен, на самом деле, кто-то, один какой-то участник, и ровно один участник, который эту карту нарисует. Если эту карту будут рисовать два участника, то они могут вступить в конфликт. Вот. Нам лучше… Они, конечно, могут разрешить этот конфликт, но зачем, если мы можем с самого начала выбрать одного участника, который это будет делать. Он называется контроллер. Вот как мы можем выбирать контроллера? Как мы выбираем лидера? Это способ выбора лидера в графте. Но у нас же здесь уже есть зукипер. Мы просто идем в зукипер, и через зукипер у нас устанавливается лидер. Помните, там эфемерные ноды были, и последовательные эфемерные ноды создавались. И тот, кто создал первую ноду, тот лидер. Зукипер здесь мало того, что он хранит вот эту всю метаинформацию про карту, репликации, он еще и служит как механизм выбора лидера. Механизм выбора вот этого контроллера. То есть в кластере Kafka всегда есть контроллер, который вот все вот эти вот… Ровно один он должен быть, их не должно быть два. Там специально всегда админы, когда делают мониторинг Kafka, один из графиков и алертов – это количество контроллеров, в кластере. Если это ноль, если там контроллеров не один, это лютый ахтунг. Такого вообще быть не должно. То есть ноль контроллеров – это значит, что кластер бесходен, никто не знает метаинформацию, никто не умеет ни с кем взаимодействовать. Если лидера больше двух, то метаинформация там может перетираться, и все будет плохо. А, еще немного забыл сказать, что когда продюсер или консюмер взаимодействует с партицией, он, благодаря вот этой метаинформации, которая хранится в Зукипере, он всегда знает, где находится лидер той или иной партиции и всегда идет на нужный узел. То есть нет такого, что продюсер хочет записать на партицию 1, он идет на брокер 2, а брокер 2 в свою очередь роутит этот запрос на брокер 1. Такого нет. Мы всегда взаимодействуем ровно с тем, с кем надо. И в случае чего мы получаем обновление метаинформации и начинаем взаимодействовать с новым тем, кем надо. А Зукипер не становится точкой отказа? Это сервис конфигурации, он может стать точкой отказа, но он специально же спроектирован так, что он строится целый кластер Зукипера, например, 3 или 5 нод. Если это 3 ноды, то выпадение одной ноды мы переживаем. Да, конечно же, конечно же. То есть Зукипер сам по себе, однонодный, он, кроме как для демки, он бесполезен. Смотрите, вот у нас есть партиции, и с партицией мы читаем. Партиции – это у нас способ масштабирования чтения. Соответственно, если мы, например, у нас индексация – это довольно сложный процесс, мы хотим тяжелый процесс. Нам нужно, например, построить этот обратный индекс, еще что-то, ну, такой вычислительный. И если мы будем строить его в один поток, последовательно по всем данным, мы это можем делать долго. Соответственно, мы хотим это делать параллель, и у нас есть три партиции, с которых мы можем, три файлика, с которых мы можем читать независимо. Почему нам этого не делать? Соответственно, у нас появляется абстракция вот этой группы консюмеров, и в рамках вот этой вот группы консюмеров мы регистрируем наших консюмеров, и Kafka сама назначает, что ты, такой-то консюмер, в этой группе читаешь вот эту партицию, ты читаешь эту, ты читаешь эту. Если вдруг у нас какой-то консюмер уходит, то Kafka автоматом переназначит ту партицию, которую он читал, другому консюмеру из этой группы. А, например, кэш обновления у нас легкая операция, мы там подняли одного консюмера, он читает все три партиции. Вот, а на импорт статистики в Hadoop мы не пожалели консюмера, взяли четыре консюмера. Вот, а партиции три. Что у нас произойдет? Один просто будет стоять и курить бамбук. То есть он просто будет жирить железо, он нам даром не нужен, это просто ошибка конфигурации. То есть такого не должно быть. Даже если кажется, что это избыточность, но это нет. Если вдруг какой-то из работающих упадет, то, ну, если всего будет три, то кто-то упадет, если кто-то упадет, то какая-то партиция назначится живому. То есть и консюмеры из разных групп, они друг про друга вообще ничего не знают. Но в одной группе, когда не в одной группе, когда мы создаем консюмера, мы указываем, к какой он группе логически принадлежит. Прямо ID-шник этой группы указываем. Это плохо. Ну, как сказать, это с точки зрения логики, с точки зрения корректности, это ни на что не повлияет, потому что он просто будет стоять, ничего не делать. Но это избыточность. А? Ну, возможно, да. Если мы, например, считаем железо, считаем там такты, еще что-то, то действительно нам это не надо. То есть если бы где-то увидеть топик с 20 партициями, а его обрабатывают 40 приложений, то, скорее всего, тут что-то не то. Ну, в смысле, 40 приложений в одной группе. В разных группах они могут быть. А что тогда будет, если что-то 1 выпадет? А если вдруг, вот, например, индексер 1 выпал, вот, то протокол Kafka, протокол взаимодействия с Kafka это обнаружит, и он сам скажет какому-то индексеру 2 или индексеру 3, что потребляй-ка ты еще и партицию 1. В данном случае здесь, конкретно здесь будет перекос, что второй или третий индексер будет потреблять 2 партиции. Ну, он просто будет читать кусок из одного файла, кусок из другого файла, кусок из одного, кусок из другого. Потом, когда мы поднимем этот индексер, то там алгоритм справедливый, он увидит, что есть кто-то, кто ничего не делает, есть кто-то делает в 2 раза больше, чем надо, и отдаст эту партицию новому консюмеру. Дальше то, о чем с самого начала затронули, что хорошо или плохо, что мы возьмем и обработаем, например, сообщение из лога 2 раза, или не обработаем ни разу. Вот, это называется семантика доставки сообщений, и в зависимости от бизнес-требований мы можем или не можем применять ту или иную семантику. Первая семантика называется at least once. Это когда нам гарантируется, что любое сообщение, которое было отправлено, нам, как консюмер, дойдет хотя бы один раз. То есть оно может дойти дважды, может трижды, но хотя бы раз оно точно дойдет. Вот, когда нам допустима такая семантика. Да, в кэш, если мы что-то по ключу, просто кладем новое значение, действительно, если мы лишний раз запишем в кэш, то же самое значение, ничего плохого нет. В общем, в случае, когда обработка сообщения и демпатентна, тогда нас такая семантика вполне себе устраивает. И, как правило, это довольно часто встречающаяся в реальной жизни семантика. Другая – это most once. Это когда отправленное сообщение может вообще и не дойти. Вот. Когда оно такое допустимо. Может, какие-то неважные события между критикой. Да, если это какие-то события, которые происходят очень много, и потеря одного события, она нам на общую картину не повлияет. Например, там, продолбать чуть-чуть кликов куда-нибудь там на сайте, нам на общую статистику оно никак не повлияет. И поэтому, если нам дешево заиспользовать такую семантику, нам можно ее там заиспользовать. Есть семантика exactly once, но на самом деле ее нету. Это когда гарантируется, что то сообщение, которое было отправлено до системы, итоговое, оно дойдет ровно один раз. Такого нету. И это приходится эмулировать. И такая эмуляция называется effective exactly once. То есть на деле оно не exactly once, а по факту получается как будто exactly once. На самом деле, at least once с инемпотентностью мы получаем effectively exactly once. То есть итоговая система, она выглядит так, как будто бы в нее это сообщение дошло один раз. Но другие техники тоже применимы, и мы их посмотрим. Вот смотрите, у нас консюмер, он проснулся, ему надо читать данные с топика. Например, читать клики для перекладывания статистику. Откуда ему начать это чтение? Вот, ему надо узнать откуда-то offset. Вот откуда его узнать? Откуда его можно узнать? Может он где-то с данными, может это рядом хранить? Скорее, он обработает. Зрите в корень, да. Можно хранить с данными, но из коробки нам предлагается... Так, на самом деле, так сейчас немного перепутаны. Вот, где хранить offset. Потом мы вернемся туда. Из коробки Kafka нам предлагает хранить offset в топике. Ну что такое? Commit offset – это запись. Мы говорим, что мы дочитали до сюда, у нас появляется новая запись. И все. И последняя запись – это самая актуальная инфа, докуда мы дочитали. И раньше эти offset хранились в Zukiper, но это было очень... Было узким местом, поэтому offset перенесли в саму Kafka. А другой способ – мы можем хранить данные, хранить offset рядом с самими данными. Например, если у нас мы используем какое-нибудь транзакционное хранилище, мы прочитали какую-то порцию данных, и эта порция данных у нас оседает в транзакционном хранилище в виде какого-то материализованного поставления. Мы записываем это в рамках транзакции, и в рамках этой транзакции в отдельную табличку мы можем положить смещение, докуда мы дочитали, и закоммитить. И мы либо коммитим все вместе с данными, offset вместе с данными, либо не коммитим ничего. Соответственно, когда в следующий раз придет консюмер, он увидит данные, увидит смещение, которое соответствует вот этим данным, он с этим смещением пойдет и прочитает. И это вот другая техника достижения exactly once в семантике. Первая – это идемпотентность, а вторая – это хранение offset вместе с данными. Вот. Откуда начинать? На самом деле, если у нас вообще нет offset, что нам делать? Первый, да, это… У Капки есть несколько политик. Мы можем сказать, что мы можем читать с конца. То есть мы берем и становимся в конец, и только нам данные начинают поступать, мы начинаем их получать. Старые данные мы не читаем. Либо мы можем читать с самого начала. Либо мы можем, если мы сохраняли это дело в приложении где-то, в нашем, например, базе данных, нашей транзакционной, рядом с данными, мы это вычитываем и говорим, что я хочу читать отсюда. Хранение посмотрели. А после того, как мы нашли, откуда читать, нам нужно, после того, как мы прочитаем, нам нужно зафиксировать то, что мы дочитали до этого места. Вот, где мы можем… Это называется коммитов сетов. Где мы можем это сделать? Куда мы можем сохранить эту инфу? Точнее, как? Как? Забыл паузу. А на самом деле у Kafka есть опция, что коммитить автоматически при следующем обращении, при следующем вызове метода пол, еще что-то. Вот, оно не очень хорошо. Я обычно пропагандирую, чтобы коммитились руками. Коммит делался руками. Вот если в Kafka коммит. Ну, и если вместе с данными, то понятно при записи данных. То есть в нашем случае в демке мы делали, там, если кто-то заметил, был вызов коммит-синк. То есть мы прочитали пачку данных, залили их куда-то в эластик, в кэш, в хранилище и сделали коммит-синк. И для каждого консюмера у него, понятное дело, свои опсеты. Вот, на самом деле это такие высоковыровневые вещи, которые я хотел бы сказать про Kafka. Какие-то основные понятия и не более, чтобы было лайтово. Если есть какие-то вопросы, можно обсудить. У вас при потере лидера могут потеряться данные? Вопрос, могут ли при выпадении лидера потеряться данные. Все зависит от того, с какой консистентностью мы пишем. То есть если мы пишем, например, продюсер производит данные с акс равно 0 с параметром, то есть он говорит, мне даже не важно подтверждение лидера, то да, при выпадении лидера, даже если он просто выпал и потом встал, эти данные потеряются. Если мы пишем с подтверждениями только от лидера, то есть продюсер отправил сэнд-запрос, лидер это записал к себе на диск, отправил, сказал ок, вот продюсер увидел, что ок. Если после этого выпадет лидер и вернется, эти данные будут. Если он выпадет и не вернется, этих данных не будет. А если же продюсер пишет с акс равно all, а all это там немного хитрая такая схема, указывается у каждой партиции, может быть, есть и реплики, и эти реплики бывают в двух состояниях, синхронизированы и несинхронизированы. Реплика считается синхронизированной, если она отстала от лидера на какой-то, не более чем на какой-то выставленный порог времени по данным. И там указывается, что реплицировать на... И в каждый момент времени должно быть какое-то минимальное значение синхронных реплик, синхронизированных реплик. И когда мы говорим ax равно all, вот третий режим записи при записи значения, это значит, что лидер мало того, что он записал на себя, он еще дождался ответа минимального количества синхронизированных реплик для этих данных, и после этого только ответил нам. И в этом случае данные уже гарантированно разъехались по более чем двум узлам, и выпадение узла нам, любого, лидера даже, оно не грозит нам потерей данных. То есть вот это вот right concern, что называется, он определяется на лидере, ой, на продюсере. С одной стороны, и с другой стороны он определяется тем, вот этим параметром min-insync реплика на брокерах. На брокерах он постанавливается для каждого топика на самом деле. То есть мы говорим, что вот у этого топика должно быть столько-то синхронных реплик, а вот это и столько, по-моему. Вот. Если что, по кавке. Если что, там есть UI, можно все поднять, потыкать, посмотреть, как это выглядит. И напоследок хочется сказать такое замечание, что вот этот вот лог и появление кавки, оно выворачивает базу данных наизнанку. То есть если мы посмотрим на базу данных, что у нас есть? У нас есть какой-то, это все в рамках одного узла, в рамках одного приложения, в рамках одного процесса. У нас есть какое-то выверенное хранилище, которое очень оптимально работает с диском, прямо гений инженерной мысли. Есть какая-то поддержка индексов, возможно, даже полнотекстовых индексов. Современные базы данных, они такое умеют. И куда же без кэша? Например, там есть кэш, кэш распаршенных запросов есть, есть кэш каких-то наиболее часто используемых данных. Если табличка маленькая, с ней часто происходят джойны, то она тоже вполне возможно целиком осядет в кэше. И все это дело предваряется рейта-хедлогом, который нам все эти структуры данных, он держит в согласованном состоянии. Но чем здесь плохо? Все это в рамках одного процесса, в рамках одной машины. Масштабируемость мы это можем как? Только, ну и как правило, все вот эти технологии, все вот эти внутренности баз данных, они проприетарны. Мы их никак не можем вычленить и как-то переиспользовать. Если же мы рейта-хедлог заменяем на кавку, которая сама по себе распределенная, легко масштабируется, в качестве такой персистентного сторожа мы берем какой-нибудь относительно простой сторож, то, что, например, на предыдущей лекции рассказывал Саша Христофоров, потенциальный, вообще бесконечный сторож, но он не умеет там in, там, не знаю, полнотекстовый поиск, там еще что-то. Рядом ставим, например, полноценный, полнотекстовый поиск над теми же данными и еще тоже, которые масштабируются по многим машинам с горизонтальным масштабируемым, отказоустойчивым и еще привинчиваем кэш, который тоже горизонтально масштабируется, отказоустойчивый. Мы получаем по структуре ту же самую базу данных, только как будто бы мы вот так вывернули наизнанку и разнесли по разным узлам, по разным системам и что-то переиспользуем. Вот нам такое наблюдение, что ли. Ну, собственно, вот та книжка, которую я в самом начале показывала на слайде, она как раз пропагандирует, что ли, вот эту вот такую вот идею, что такое простое решение, как запись через лог, оно нам позволяет решить многие проблемы. в целом на этом у меня все. Если есть, да. А какие вот виды ивентов могут быть? То есть это прям вообще все изменения, которые производят, регенерируют, или это только часть? Вопрос, какие виды ивентов. На самом деле все зависит от бизнес-логики, с одной стороны, но с другой стороны часто бывает такое, и хорошо делать так, что ивент, с одной стороны, он моделируется не исходя из точки зрения потребителя, а исходя из предметной области. То есть если у нас есть клик, мы не должны проектировать модель вот этого клика так, чтобы его было удобно потреблять к какому-то конкретному потребителю. То есть мы должны максимально абстрактно его спроектировать, что у клика есть что? У него есть юзер, у него есть время, у него есть там, не знаю, позиция, элемент, еще что-то, еще что-то. И максимально абстрактно и удобно для всех. То есть мы, когда моделируем вот эти вот события, мы не должны затачиваться на нужды конкретного потребителя. Ну если это там, конечно, не удар по производительности, по чьей-то, еще что-то. Мы просто говорим, что у нас произошел такой факт. был клик. Дальше все, кому нужен этот клик, кому там нужны клики на одну страницу, но на другую не нужны. Ну, они будут потреблять все клики, а вы фильтровали только нужные им. А вот кроме кликов, что еще используются на задниках, например, все события через капцию идут? Ну, они на самом деле там гибридные, то есть где-то есть вот этот dual-rise, что отправили туда, отправили сюда, отправили туда, но параллельно с этим, например, для статистики, для машинного обучения, для всяких рекомендательных систем, там идет, что там, не знаю, добавил фотографию, там, не знаю, отправил сообщение, там, отправил хэштег, публиковал, там, ничего. Ну, какие-то действия значимые для социальной сети, из которых социальная сеть может там что-то извлечь и сделать для пользователя полезное, порекомендовать возможно, вы знакомы, друзей, либо какой-то контент порекомендовать, что-то такое. А, ну, логично, что логируются тоже просмотры. Если, например, пользователь видел какой-то пост, мы ему рекомендовали, то если он его видел, мы должны записать. То, что событие, оно может быть не только активное, что пользователь взял, нажал на что-то там, даже если у него в экране это появилось, и оно побыло там во вьюпорте, там, какое-то время там выше какого-то порога, например, мы считаем, что пользователь это видел, это тоже пишется в лог, и в следующий раз, когда мы захотим рекомендовать что-то, мы уже эту штуку не будем рекомендовать, этот конкретно, например, контент. Ну, иначе какой смысл ему одно и то же рекомендовать? Это разнообразие. Да, там был слайд про распределенные транзакции, но поскольку все сказали, что с распределенными транзакциями не сталкивались, то он был пропущен. Если хотите, мы вернемся и пообсуждаем. Смотрите, вот если бы, вот мы возвращаемся в самое начало, у нас вот этот сервис Dual Rights, когда приходит запрос на отправку сообщения, и мы пишем его во все системы параллельно. Вот, и на самом деле чего мы хотим? Мы хотим, чтобы либо он осел во всех системах, либо нигде. То есть мы не хотим работать с частичным состоянием, мы не хотим работать, что он осел в базе данных, но не осел в индексе, осел в индексе, но не осел в кэше, и там с любым комбинацием этих состояний мы не хотим работать. Мы хотим работать либо так, либо так. Первое, что приходит в голову, здесь можно взять и заиспользовать распределенные транзакции. Он как раз и говорит о том, что либо изменения фиксируются везде, либо изменения фиксируются не везде. Как и работает распределённая транзакция? Есть несколько протоколов. Это двухфазный коммит, трёхфазный коммит и их вариации. И для распределённой транзакции как раз решает эту задачу, что данные оседают там, где надо, либо не оседают вовсе. В распределённых транзакциях для каждой транзакции выделяется так называемый координатор, который в двухфазном коммите сначала говорит всем узлам, которые участвуют в этой транзакции, что, по-моему, там шлёт сообщение, что преперы или что-то вроде того, и тем самым он проверяет, что все готовы закоммить эту транзакцию. Если все отвечают, что ок, да, я готов, у меня ни с чем конфликтов нет, всё хорошо, я готов закоммитить, координатор посылает коммит. После этого уже везде всё коммитится. Но надо понимать, что здесь нету атомарности в том плане, как она в ACID изначально. То есть, понятное дело, что следующее сообщение коммит, которое координатор отправляет, оно до какого-то узла может дойти раньше, до какого-то позже. И вполне себе может быть так, что мы читаем с одного узла, и там уже транзакция физически закоммичена, и мы читаем одни данные, а читаем с другого узла, и там транзакция, по-моему, физически не закоммичена, мы читаем чуть-чуть устаревшие данные. Но в конечном итоге они данные либо осядут везде, либо нет. И здесь начинается куча проблем с этим координатором. Когда он начинает в процессе вот этого протокола, он начинает выпадать, у него узлы находятся, вот эти вот транзакшн-ноды, что называется, те узлы, которые, собственно, обеспечивают, применяют или откатывают транзакции, они становятся в подвешенном состоянии, мы дальше ничего не можем обрабатывать, поскольку неизвестно эту транзакцию надо откатить или закоммитить. Если поднимается новый координатор, он должен доделать работу старого, соответственно, он должен получить как-то его состояние. Более того, координатор под капотом, он у себя ведет write-it-head-lock, чего он собирается делать, чтобы после того, как его рестартнули, он все дела вот эти доделал. И это, на самом деле, большая проблема. А в нашем случае, в нашем случае лога, мы просто один из записали, каждый из потребителей пишет, потребляет, если его узел доступен, если его узел недоступен, но он не потребляет, ждет, пока его узел станет доступным. У нас та же самая консистентность, что не всегда мы можем единовременно получить на всех одну и ту же картину. Где-то коммитется быстрее, где-то коммитется медленнее. Но само по себе решение, оно проще, если мы не требуем дополнительные какие-то условия. У нас нет никакой головной боли с координатором транзакции, с его отказами, с его состоянием. Часто бывает так, что нужно транзакцию откатывать либо вручную, в случае двухфазного коммита, иногда без вмешательства администратора или какого-то лица, кто может сказать, что это принимаем или это коммитим или это откатываем, часто это невозможно. То есть ручное вмешательство требуется. И, на самом деле, здесь я хотел сказать не ресурс локинг, здесь, странно, что-то старый слайд. Здесь идея в том, что когда у нас транзакшн координатор, он через себя пропускает транзакции, и он там их коммитит на разных узлах. И в итоге все эти вычисления, они работают так, как и работает самый медленный участник. То есть пока самый медленный не закоммитит, мы не считаем транзакцию на самом-то деле закоммиченной. А в случае лога и независимых потребителей у нас каждый работает на той скорости, на которой ему комфортно. И это очень хорошо. Любая, на самом деле любая. И двухфазный коммит, и трехфазный коммит, это просто вариации для оптимизации. Именно здесь различие в подходе. В случае лога это единый лог, куда мы записали один раз, и из него совершенно независимые потребители потребляют эти данные, возможно, трансформируя их в какое-то другое представление, и откладывая в каких-то хранилищах. А в случае с распределёнными транзакциями выделяется какой-то участник, который вот эти параллельные запросы, то, что мы делали, проиндексируя, сохрани их в кэш, он их оборачивает в специальный протокол, когда говорит, готов ли ты сохранить в кэш всех, да-да-да, готовы, потом говорит, сохрани. Вот такие действия он оборачивает в специальные дополнительные шаги, которые якобы обеспечивают то, что либо оно везде осядет, либо не осядет нигде. И более того, проблема с распределёнными транзакциями, когда у нас система гомогенная, то есть если мы поставили кучу постгрессов, например, или кучу ораклов, и хотим между ними сделать распределённую транзакцию, это одно. Другая проблема, когда у нас вот эта система гетерогенная, когда у нас стоит постгресс, редис, ещё что-то, половина из чего вообще про транзакции вообще не знает, что там, как мы там откатим, мы взяли и записали по ключу. У нас даже, в принципе, операции аборта там нету. И тут уже распределённые транзакции, они вообще никак нам не спасут. Либо спасут, но очень сложно. То есть на тюнах надо сделать такой вывод, что если у нас основная цель такая, чтобы в конечном итоге наша система пришла в консистентное состояние, без дополнительных телодвижений, без дополнительных сложностей, то лучше сначала изменения записать в лог, а потом его оттуда вычитать во все места параллельно, независимыми потребителями. А чтобы этот лог у нас был надёжным, отказоустойчивым, масштабируемым, то нужно брать кавку. А у кавки-то это на U есть? То есть, ну, будет приятно, то другое, да? Да, я думал добавить этот слайд. Вопрос был, чем Рэббит отличается от кавки. Что у Рэббит МКЮ, что у JMS, там, Java Message System, у них семантика так называемых Async Message Queuing. Это что значит? Это значит, что когда там есть продюсеры, они, паблишеры, они публикуют какие-то, ну, я не могу путаться в терминологии, там есть аналог продюсера, он пишет данные. То есть, с точки зрения продюсера, он ничем не отличается. Отличается на стороне потребления данных. Вот, в Async Message Queuing, в том же Рэббите, если мы данные прочитали, например, мы их сразу удаляем. То есть, там с трудом получится так, что одну и ту же запись могут прочитать несколько потребителей. И это не хорошо и не плохо, это просто инструмент для решения немного другой задачи. Например, это инструмент для решения джоб-шедулинга. То есть, если мы, нам нужно, например, отправить кому-то смс-ку и отправить ее там через некоторое время или еще как-то, или что такое, мы прямо так ставим задачу. Отправить смс-ку в эту очередь, и ровно один потребитель возьмет ее. Если он отправит смс-ку, он, возможно, там отметит, что он отправил эту смс-ку, и больше никому эта задача на отправку смс-ку не придет. Наоборот, здесь в нашем случае плохо, если мы будем, у нас будет 10 консюмеров, каждый день их отправит смс-ку. Вот здесь нам нужно одну запись, одну задачу обработать ровно один раз. И вот эти вот очереди, они для этого. Это во-первых. А во-вторых, в этих очередях может не соблюдаться порядок. То есть, грубо говоря, там как это может быть? Там, например, мы отправили задачи в очередь в одном порядке, в каком-то порядке. Дальше есть два читателя. Первый читатель взял задачу, заблокировал ее, попытался с ней что-то сделать. В то время следующий читатель, он уже вот эту задачу не видит, поскольку она заблокирована, взял следующие три задачи. Он их обработал нормально. И в этот момент первый читатель заблокировал первую задачу, он понял, что он ее выполнить не может. Он ее отпустил. Она снова стала доступна для чтения. И второй читатель, он ее прочитал и выполнил. Например, у него был сетевой доступ куда-то, а у первого его не было. И получилось так, что сначала выполнились, ну, порядок, задач поменялся. Вот. И это нормальное поведение для АМК очередей. А для Кавки такого быть не может. Мы всегда в рамках одной партиции, мы всегда читаем порядок у нас неизменяемый. И мы всегда можем перечитывать данные. То есть это разные инструменты для разных задач. Первый – это шедулинг джоб, а второй – это именно журнал, который мы можем перечитывать, по-разному принимать и производить кучу разных данных. На самом деле, во многих системах хорошо делать, когда этот журнал становится единственным источником истины. Потому что любая другая база данных, кэш, что бы то ни было, это материализованное представление этих данных в том или ином виде. Если это эластик или какой-нибудь другой поисковый движок, то это материализованное представление вот этих событий, удобное для быстрого поиска. Если это кэш, то полнотекстовый поиск. Если это кэш, то это материализованное представление тех же самых данных, но удобное для каких-то других целей, для быстрого ответа на какой-то коротенький вопрос. Есть непрочитанные данные, нет непрочитанных данных. Если же это материализованное представление, что укладка данных в паркет на Хадупе для дальнейшего анализа с парком, то это тоже материализованное представление, но в другом виде, удобным для других задач. И суть в том, что у нас нет такой серебряной пули, у нас нет одного представления данных, формат удобного для всего. Поэтому мы вынуждены делать... Тот же пример, мы же делаем индексы в базе данных на таблице. По сути, это те же данные, но в них нет ничего нового. Это избыточность какая-то. Это растепенные, это производные данные от основной таблицы. Но тем не менее, мы с ними живем, потому что без них нам никуда. И здесь этот подход, когда мы выворачиваем все это на изданку, он еще больше расширяется. У нас есть источник истины, это сырые логи, сырые события, которые, более того, мы можем, например, проиграть до какого-то момента и посмотреть, что было в прошлом. Вот, если нам место позволяет. Если место не позволяет, мы должны компактить, и немного прошлого мы теряем. Но тем не менее, мы всегда можем актуальное состояние вывести с нуля. Получить новое материализованное представление тех же самых данных, но удобно для наших задач. И поскольку мы не знаем, какие у нас задачи будут через полгода, даже через год, то иметь возможность построить новое материализованное представление, удобное для наших новых задач, которых мы еще не знаем, это очень хорошо. А Spark – это что-то другое? А Spark – это инструмент анализа данных, что ли? Это, да, это другое. Это тоже от Apache, как и многое в нашем опенсорсном мире. Он позволяет… Это фреймворк такой, который позволяет нам анализировать данные, если они у нас лежат там где-нибудь, например, в ходубчике. Ну и не только. Ну это Spark – это инструмент для аналитики, в первую очередь. Будет Spark в следующем семестре? Ну и он, да, там есть библиотеки для машинного обучения тоже, какие-то встроенные. То есть обычно машинное обучение, оно по большим данным всегда происходит. Вот этот фреймворк тоже позволяет сделать. Да? Data Lake – это когда вот эти ивенты сохраняют куда-то на будущее или что? Кто? Data Lake. Data Lake? Да. Я даже затрудняюсь ответить. Ну Data Lake – это если буквально это озеро данных, наверное. Ну да. Ну и вероятно, что из этого озера можно выловить все, что нужно. Я не знаю метафоры. Я не знаю смысла метафоры. Да. Ну и вероятно. Продолжение следует...